Украина ни за что не откажется от Крыма и Донбасса, заверил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Разговор о мире на востоке Украины на уровне советников Нормандской четверки может состояться уже в январе 2021 года. И в Берлин, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, украинской делегации повезет пакет предложений по урегулированию конфликта. Чего ждать в следующем году? Юлия Крючкова знает. Место встречи – Берлин. Советники лидеров стран Нормандской четверки Украины, России, Франции и Германии планируют обсудить урегулирование конфликта на Донбассе уже в начале следующего года. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, эта встреча может стать толчком для подготовки Нормандского саммита на высшем уровне. Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в нормандском формате. Как место встречи обсуждается Берлин. Мы, как и ранее, рассматриваем встречу советников как инструмент для встречи лидеров в нормандском формате. Ранее эта встреча планировалась на декабрь 2020-го, однако провести ее не удалось. Главным аргументом было непонятное положение эпидемии и решили раздержаться. На фоне вакцинирования и всего остального пересматривают порядок и протокол встречи, возможно, он состоится и даже в общем. Хотя и не исключается формат по-прежнему видеоконференции. На переговорах поднимут вопрос разведения сил и средств на Донбассе. По словам Андрея Ермака, сейчас утверждены четыре участка. Однако такие договоренности еще не гарантируют результата, так как часто противоположная сторона их не выполняет, говорят эксперты. Разведения осуществляются в отдельных районах. Это важно с точки зрения того, как предлагает украинская сторона, чтобы обеспечить, например, нормальную деятельность контрольных пунктов. Мы подготовили не просто КПВ, а сделали в Луганской части сервисные центры, два новых. Но они не идут под разными видами, поскольку Путин не дает на это добро. Также важной темой остается разминирование территорий. На 19 утвержденных участках его начнут с начала следующего года. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, нормандский формат еще не исчерпал себя и имеет потенциал для урегулирования конфликта. При этом в интервью немецкому журналу «Интернационале политик» он заявил, Украина не допускает варианта сохранения влияния России на Донбассе в обмен на мир. Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслим только в рамках Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей. Но мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы. Например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется во всей Украине. В офисе президента Украины говорят, консультации в рамках нормандского формата не прекращаются. В последний раз советники встречались в сентябре. А саммит нормандской четверки на уровне глав государств прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Там договорились об обмене удерживаемыми лицами, разведении войск и разминировании, а также механизмом сохранения режима тишины. Юлия Крючкова, Киев. Твой дом.